Добрый день, это студия Тутбай ТВ и мы начинаем необычный, но праздничный и позитивный эфир. Эфир наш посвящен 14-летию компании Велком и сегодня в этой студии на все вопросы пользователей Тутбай, которые мы собрали накануне, абсолютно искренне и откровенно, без всяких утаек, ответит Роберт Саркисович Дощан, заместитель генерального директора по маркетингу, продажам и абонентскому обслуживанию компании Велком. Добрый день, Роберт Саркисович. К 14-летию подходим, готовимся и поздравляю вас с этим событием, это солидный срок. Готовы ли вы отвечать на все наши вопросы? Безусловно, собственно, за этим и пришел, но если позволите, прежде чем мы к вопросам перейдем, я возьму смелость озвучить несколько слов. Все-таки у нас сегодня приподнятое настроение, праздник компании. Прежде всего я бы хотел поздравить сотрудников компании, всех тех, кто внес неоценимый вклад в том, чтобы мы были сегодня тем, кто мы есть. Компания многого добилась за эти 14 лет. Мы признательны всем своим партнерам, которые тоже рука об руку с нами шли вперед. И, в общем-то, если коротко, наверное, мы сумели преобразить жизнь в нашем обществе. И наш каждодневный быт, он стал совсем другим за последние 14 лет. Мы многое сделали, мы вложили почти миллиард долларов в то, чтобы наша сеть была такой, какая она есть сегодня. День на и ночь наработали над тем, чтобы услуги были правильными и самыми востребованными. И поэтому все-таки в первую очередь я хочу поблагодарить нашу команду, дружную, молодую, энергичную и талантливую наших партнеров. Но и самое главное, я все-таки хочу выразить славопризнательность нашим клиентам. Это они, в общем-то, создали нас такими, какие мы сегодня есть. Мы не устаем повторять, что это они платят нашу зарплату, это они позволяют нам развиваться. Неспроста миссия наша начинается со слов «вместе с нашими клиентами». Все, что мы делаем, мы делаем вместе с нашими клиентами и для них. И поэтому особые слова признательности им. Может быть, можно даже какую-то перчинку внести, я могу озвучить что-то такое провокационное. Я знаю, что наши конкуренты в первую очередь хотят заполучить наших клиентов. А мы в первую очередь работаем над тем, чтобы выстроить с ними долгосрочные партнерские отношения. Вот эти вот две вещи вместе взятые позволяют сделать вывод о том, что наши клиенты лучше. Ну, с этим я вас тоже поздравляю. Мы насобирали очень много вопросов от клиентов компании «Велком». Думаю, что стоит отметить, увы, не на все мы сможем ответить в рамках этого эфира. Да, я позволю себе тоже подхватить. К сожалению, не все вопросы будут отвечены, потому что их действительно много. Это по-своему приятно, что мы не остались незамеченными в нашем призыве задавать вопросы. Все те вопросы, которые останутся без ответа, я прошу адресовать на электронный адрес компании customerhelp.com.by. Обещаю, что они будут отвечены. Ну, а сейчас я предлагаю все же начать отвечать на вопросы, на которые уверенно получим ответы по делу. Мы их разбили на несколько тематических блоков и стартуем с блока о ценах, биллинге и тарифных планах. Вопрос первый. Когда компания пойдет на снижение цен? Это вопрос, который всегда и всех беспокоит. И есть ли возможность пойти на встречу просьбам абонентов и снизить цены хотя бы на самые популярные услуги? Спасибо за вопрос. Я думаю, что он волнует многих. Это нормально, что клиенты хотят заполучить услуги как можно дешевле. Но мой ответ будет немножко развернутый. Я хочу сделать маленький экскурс для того, чтобы все-таки свое понимание ситуации донести. Во-первых, это, наверное, самое главное, услуги дешевели все время. Более того, они радикально подешевели после всем известных событий, связанных с динаминацией нашего рубля. Полутора годовалой давности, почти уже двухлетней давности. И если брать отрезок времени, вот хотя бы двухлетний, то услуги подешевели значительно. Средняя стоимость минуты, у нас есть такой параметр, который, кстати, отслеживает и Министерство экономики в том числе. Он упал более чем в два раза. Он стал значительно дешевле. Если говорить о среднем чеке, то он упал тоже процентов на 30 в валютном выражении. Меня могут упрекнуть в том, что почему вы все считаете в валюте. Но есть также параметр, где мы соизмеряем средний чек или, например, среднюю стоимость минуты со зарплатой средней по стране. Но и самый значимый, наверное, показатель, который позволяет судить о том, как воспринимаются сегодня наши тарифы, это что происходит с потреблением услуг. Так вот, за последние два года потребление выросло на 30%, что однозначно утверждает о том, что у абонентов ситуация более комфортная. Они могут себе позволить больше потреблять. И таким образом, мой постулат о том, что тарифы все-таки значительно подешевели, он находит подтверждение, собственно, в поведении наших конечных потребителей. Мы наращиваем перечень услуг. Если сегодня средний чек с учетом появившегося мобильного интернета значительно меньше, чем ранее, только за минуты, это, в общем-то, только опять подтверждает мой постулат. В общем-то, я абсолютно уверен в том, что услуги дешевеют. Это процесс, в общем-то, необратимый, потому что эффективность, технологии, новые решения, они должны вести. Прогресс, в общем-то, должен вести к тому, что услуги будут дешеветь. Но это мы говорим о стоимости одного единицы, минуты, мегабайта и так далее. Если же конкретно потребители начинают потреблять значительно больше, к чему, в общем-то, мы стремимся, создавая комфортные условия, то чек, конечно, средний не обязательно при этом падает. В общем-то, вот мой основной ответ на этот вопрос. Ну, в общем-то, тарифы дешевеют и так. Следующий вопрос от нашего пользователя Борисыч. Чем вы объясните драконовские расценки на звонки в США по одному доллару за минуту? Неужели ваш сервис дороже или лучше сервисов типа Skype, который уже сегодня позволяет звонить за центы? Спасибо за вопрос. Он очень глубокий на самом деле, потому что придется объяснить, что же происходит, когда мы доставляем свой звонок от конечного потребителя до Соединенных Штатов. Наверное, многие в курсе, что у нас в стране на дальнюю связь существует монополия Белтелекома. И, собственно, тарифы, которые мобильные операторы представляют своим абонентам, очень сильно зависят от того, какие расценки нам выставляет Белтелеком для доставки звонка, например, в Соединенные Штаты. Я знаю стопроцентно, что наши звонки, если говорить о мобильных операторах для звонков в Соединенные Штаты, в частности, самые дешевые среди всех мобильных операторов. Уровень тарифов все-таки продиктован расценками Белтелекома, ну и некоторой нашей маржой, которая, безусловно, на этом должна быть. Драконовский или один доллар при этом может быть, но не все от нас зависит, если коротко. А если сопоставлять со Скайпом, ну просто совсем другая услуга. На самом деле мы не IP-телефонией занимаемся, да. Вот так вот в лоб сравнивать не очень правильно. Я знаю, что тот же Скайп востребован для многих пользователей, он, безусловно, имеет свое место в нашей жизни, но звонок с мобильного телефона зачастую тоже незаменим, и тут просто у каждого своя ниша. Спасибо. Вопрос от пользователя, но посаран один. Добрый день, Роберт, поздравляю с 14-летней работой на пользу всем нам. Я с вами с самого начала открытие вашей компании воспринял с большим воодушевлением. Многие годы победы в бизнесе были связаны именно с мобильной связью и, соответственно, с моим оператором. Я спокойно отношусь ко многим вещам, которые пишут на форуме и пытаются представить проблемой, но есть вещи, которые меня, как абонента, немного смущают – звонки в сети других операторов. По стоимости в моей месячной распечатке звонки в сети других операторов дороже в три раза, но на Волком я звоню в четыре раза больше. Устав ждать, когда появятся нормальные тарифы, я просто купил себе вторую симку от другого оператора. А ведь если бы было более-менее вменяемое предложение – рублей 50 за минуту в сеть другого оператора, то я бы не стал клиентом вашего конкурента. Спасибо. Длинный вопрос. Надеюсь, я сумел сохранить в памяти все тезисы. Но первый был наиболее приятный для меня, что, в общем-то, к успеху мы шли все-таки рука об руку с нашим клиентом. И спасибо за такое утверждение. Я искренне рад, что вы так думаете. По поводу стоимости звонков в другие сети. Вот у меня в памяти больше всего, наверное, цифра залегла – 50 рублей. Да, за минуту. Да, давайте я тогда озвучу несколько моментов, которые позволят оценить, насколько эта цифра реалистична, и, в общем-то, чем эти тарифы определяются. Я вынужден, наверное, опять вспомнить Белотелеком. Уж простят меня коллеги из Белотелекома. Когда звонок, который совершается из сети одного мобильного оператора, завершен в сети другого мобильного оператора, то есть три составляющих, в общем-то, прохождения этого звонка. Первое плечо мы его называем, это, собственно, в первой сети. Дальше идет транзит через Белотелеком, обязательный, согласно законодательству в нашей стране. И последнее плечо уже в сети того оператора, где звонок должен завершиться. На всех этапах тот тариф, который платит конечный потребитель, в частности, нам, например, инициируя звонок, он, в общем-то, в итоге разлагается на три составляющих, и все три оператора получают свою маленькую долю от этого. Так вот, только доля Белотелеком за транзит выше, чем та цифра, которую озвучил наш абонент. Не говоря уже о том, что надо еще заплатить конечному оператору, где звонок будет завершен в его сети, ну и, собственно, что-то еще должен получить тот оператор, в чьей сети звонок инициирован. И, кстати, еще одна, наверное, немаловажная ремарка. Если вспомнить всех мобильных операторов в нашей стране, то за завершение звонка в своей сети лайф, например, берет на 30% больше, чем остальные операторы. И это нам приходится учитывать. Мы, кстати, не все переносим на, скажем так, плечи конечного потребителя. Звонок в сеть МТС и в сеть лайф, он стоит одинаково для нашего потребителя, хотя себестоимость для нас звонка в МТС значительно меньше. Собственно, 50 рублей, наверное, я подводил к тому, что, к сожалению, нереалистичная цифра, если только транзит даже стоит дороже. Но будем надеяться, что ситуация поменяется в пользу конечных потребителей. Я был бы только за. На мой взгляд, тот же самый транзит с технологической точки зрения вещь абсолютно ненужная. Просто навязанная оператором. Будем надеяться на изменения в правилах игры для мобильных операторов. А пока я озвучу следующий вопрос. Когда система биллинга компании претерпит изменения? Когда можно будет покупать услуги, когда это необходимо клиенту, а не с первого числа следующего месяца? Например, сменить тарифный план или изменить услуги мобильного интернета? Спасибо. На самом деле вопрос о наболевшем, в том числе и для нас. Если говорить о биллинге, то здесь я, наверное, две вещи могу озвучить. Собственно, проект от перехода на другую биллинговую систему, он в самом разгаре. И я думаю, что мы его через несколько месяцев завершим. И возможность покупать услугу в любой момент времени, а не с начала следующего месяца, как было в вопросе, она будет обеспечена. Более того, мы планируем, что в новой биллинговой системе, собственно, отчетный период поменяется. Он больше не будет календарный месяц, а он будет у каждого абонента свой. С момента покупки услуги и в течение 30 календарных дней будет цикл, который индивидуально будет отсчитываться именно для него. Как, собственно, это сегодня на некоторых наших услугах уже реализовано, например, на пакете услуг «Привет», но не для контрактных абонентов сегодня. С другой стороны, те требования, которые мы предъявляем в биллинговой системе, я маленький экскурс сделал, они очень сильно отличаются от того, что практикуется во всем мире. Во всем мире есть prepaid и контракт. И контрактники получают свой счет в конце месяца, в течение месяца они даже не имеют возможности узнать, какой у них баланс. Требования, которые предъявляет наша компания, ну и на самом деле все операторы на нашем рынке, они очень сильно отличаются от западных традиционных требований. Поэтому, собственно, проект биллинга, он становится довольно тяжелым, поскольку он нужен очень большая, как говорят, кастомизация, то есть переделка под наши нужды. Поэтому занимает чуть-чуть больше времени, чем хотелось бы. Уверена, все получится и в ближайшее время. Следующий вопрос о достаточно новой услуге на нашем рынке. Перенос номера. Вопрос, собственно, заключается опять-таки в стоимости услуги. Нашего пользователя интересует, есть ли в планах компании снижение стоимости услуги перенос номера. Спасибо за этот вопрос. Он на самом деле тоже сложный, потому что механика оказания этой услуги, она, конечно, потребителю не видна, а она сама по себе очень непростая. Получается, что отныне каждый звонок, который инициирован абонентом, должен пройти через серверы Белтелекома на проверку, в какой же сети расположен этот абонент отныне. То есть, собственно, все стало намного сложнее для того, чтобы услуга работала. И чтобы это все случилось, все операторы инвестировали серьезные средства. Я подвожу к стоимости на самом деле. По совокупности более 10 миллионов долларов было вложено для того, чтобы вот эта вот система вся заработала. И был определенный план по количеству абонентов, которые ею воспользуются, плановая калькуляция ее стоимости. Так вот, если соизмерить, что мы сегодня имеем для того, чтобы эта услуга заработала, то в разрезе каждого абонента, который ею воспользовался, получается, что мы тратим более 300 евро на одного абонента. То есть, фактически переход из одной сети в другую для мобильного оператора стоит 300 евро? Да. Невероятно. Если взять инвестиции, которые мы сделали, и, как я уже сказал, соотнести с количеством людей, которые пользуются услугой, то мы приходим к ситуации, когда эта услуга, она никогда не окупится. Это уже понятно. То есть, в ближайшие 5 лет абонент, который воспользовался этой услугой, он просто будет окупать те деньги, которые вложены для того, чтобы обеспечить этот переход. Поэтому те тарифы, которые сегодня на эту услугу предложены операторами, вот поверьте мне, они ни в коем случае не дают нам возможности что-то заработать. То есть, это убыточная до безобразия, скажем так, услуга, но она социальная по-своему. И поэтому ее надо оказывать, потому что мы, в общем-то, за конкуренцию, мы за то, чтобы такая возможность у абонента была. Но вот падать в тарифах там до нуля, как, возможно, потребителям хотелось бы, я думаю, что, наверное, все-таки не очень правильно. Если услуга действительно нужна человеку, если она востребована, то должна быть готовность что-то за нее заплатить. Я помню, когда услуга это внедрялась, был такой распространенный термин «мобильное рабство». Недавно его, кстати, премьер Российской Федерации тоже озвучивал, говоря об этой услуге. То есть, если человек получает свободу от мобильного рабства, возможность перенести свой номер, если он настолько к нему прикипел за много лет пользования, то готовность заплатить за него хоть что-то, мне кажется, должна быть. Иначе вот все, что мы говорили до этого о востребованности услуги, о мобильном рабстве, это неправда, и услуга никому не нужна. Платят же клиенты мобильных операторов за красивые номера. Тут примерно то же самое. И очень приличные деньги, кстати. Ну, что ж, к следующему вопросу, будут ли тарифные планы без абонентской платы, но не «Привет», так как для перехода на него необходимо подключить новый номер. Тарифный план «Привет» все время игнорируется, большинство акций и нововведений идут с примечанием, кроме абонентов «Привет». Понятно, спасибо за вопрос. Действительно, акции, которые мы проводим для абонентов «Привет» и для абонентов, которые пользуются тарифными планами «Велком», они разные. Они разные должны быть по определению, поскольку абоненты обслуживаются совершенно на разных платформах. Да и философия этих продуктов разная. Я позволю себе маленький экскурс. Вот как мы полагаем, какую нишу занимает каждый из этих продуктов, в чем его продуктов, в чем его предназначение. Для меня абоненты, пользующиеся тарифными планами «Велком», это те абоненты, которые всегда хотят быть на связи. Для них важно, чтобы связь была, чтобы все работало. Наверное, неважно, какой у тебя в данную секунду баланс. Положительный, может быть, немножечко отрицательный. Желательно вообще перейти на оплату по факту. Мне кажется, это намного комфортнее. Мы предлагаем многим этим абонентам. Но, по крайней мере, философия наших взаимоотношений – это доверительные отношения, при которых мы хотим обеспечить клиенту максимально комфортные условия. Связь должна быть всегда. С приветом другая философия. Это традиционный припейт-продукт, где клиенту важно, в первую очередь, не потратить денег больше, чем он запланировал, чтобы все тарифертировалось в режиме реального времени. Он не хочет платить абонентскую плату. Он согласен на сравнительно дорогие звонки. Но, как правило, такая модель поведения означает, что услугами клиент пользуется не часто, не в самом большом объеме, возможно, спорадически. В первую очередь, такие продукты рассчитаны на приезжих, на маленьких детей, которые, может быть, только на всякий случай имеют телефон. Возможно, для пожилых людей, которому, на самом деле, может быть, не нужен в повседневной жизни. Только язык на всякий случай. И по определению, там другая модель поведения. Нужны ли еще какие-то тарифные планы без абонентской платы, но не приведет, я лично сомневаюсь. Я не думаю. Потому что, по крайней мере, у меня в голове есть четко две ниши, которые я попытался описать. Нам, конечно, ближе та модель поведения, когда клиент пользуется услугами Волком, и мы выстраиваем долгосрочные доверительные отношения. Но приведет тоже на рынке нужен. Третий продукт аналогичный, я думаю, что не нужен. Продолжаются вопросы из серии «Больше и дешевле». Вопросы об интернете. Будут ли предложены тарифные планы с отсутствием ограничения по трафику мобильного интернета? Знаете, однажды в нашей истории, даже когда еще не было 3G, такой тарифный план был. Его влияние на качество сети было, в общем-то, пагубным. То есть, когда ограниченное количество пользователей очень активно себя ведут, и тем самым не позволяют остальным пользователям ощутить все прелести, скажем так, быстрого интернета, ну, в этом есть минусы. Сегодня, наблюдая за ситуацией на соседних рынках, мы находим подтверждение своему тезису о том, что вот неограниченно и на высоких скоростях обеспечить интернет мобильный очень сложно. Встает дилемма. Либо падает качество связи, либо ты ее принудительно начинаешь прибивать, скорость снижать, то есть для некоторых потребителей. У нас немножко другая ситуация на УВЛКом, я имею в виду, немножко другое позиционирование на рынке. Мы не хотим предоставлять заведомо низкую скорость. Мы хотим, чтобы скорость как раз-таки была максимально высокой. Да, за это надо заплатить, если у вас закончился, например, объем включенного в абонентскую плату мегабайтов. Да, каждый дополнительный мегабайт будет стоить денег, но, по крайней мере, качество связи будет на высоком уровне. Для нас это важнее. Поэтому мы сегодня предпочитали бы сохранить, так сказать, тот подход, который мы демонстрировали до сих пор. Но, с другой стороны, мы, безусловно, наблюдаем за развитием ситуации на рынке. И, в общем-то, коррективы возможны. Известно, что люди сегодня хотят от телефона не только, чтобы он звонил или отправлял смс-ки. Очень много услуг, или, точнее, опций и большой помощи ждут люди от мобильных телефонов. И следующий вопрос как раз об этом. Есть ли у компании услуги, позволяющие осуществлять геолокационный контроль за абонентом, например, за ребенком? Если нет, планирует ли компания предоставить такие услуги? Спасибо. Я, на самом деле, согласен с вашим вводным тезисом о том, что телефон сегодня уже больше, чем просто телефон, безусловно. Телефон уже и мобильный кошелек, и доступ к интернету, и возможность взаимодействовать в социальных сетях, и многое-многое другое. Да, много приложений на смартфонах, которые позволяют решать многие задачи. Да, согласен. Если конкретно о местоположении, когда-то на нашем рынке появилась услуга, которая местоположение абонента определяла с помощью сети. Просто по сотам, так сказать, определялось местоположение клиента. Погрешность очень большая, особенно если говорить не о центре города, а где-то об окраинах или там на дороге и так далее. Когда мы анализировали, в каком виде мы бы захотели запустить аналогичную услугу, мы решили для себя однозначно, что эта услуга, если мы ее будем оказывать, она должна обеспечивать очень хорошую точность местоположения человека. Плюс-минус 5 метров. Иногда от этого зависит очень много. А не вот так вот, плюс 300 метров, безусловно. И поэтому мы пошли совсем по другому пути. Мы отказались от метода определения местоположения по соте. Мы стали использовать GPS. Есть телефоны, в которых GPS встроен, в некоторых случаях его нет. Поэтому мы предложили на рынок устройства специальные, GPS-трекеры так называемые, которые надо приобрести для того, чтобы это местоположение можно было отслеживать. Я думаю, что для некоторых категорий пользователей это очень хорошее устройство. Там даже есть возможность вызова трех номеров, так сказать, экстренных, которые можно прописать. Есть возможность отслеживать местоположение. В конце концов, устройство даже можно оставить в машине, например, если важно знать, где находится машина. Ну, я знаю, на Западе к домашним животным кошельнику прикрепляют аналогичное устройство на всякий случай, чтобы собачка не убежала. То есть, на мой взгляд, ситуация, когда есть специальное устройство, позволяющее отслеживать местоположение, в ней есть масса плюсов. Не говоря уже об этической стороне вопроса, когда за тобой не следят втихаря, скажем так, да, в простонародье. Может быть, принято отслеживать местоположение кого-то. На Западе, например, во многих странах запрещено работодателю отслеживать местоположение сотрудников на законодательном уровне. У нас немножко другое законодательство, это возможно. Но мы бы предпочли, чтобы ситуация была бы прозрачной, чтобы человек имел специальное устройство, полагая, что пока она при мне, мое местоположение могут определить. Ну и следующий этап, на самом деле, этой услуги, тоже основанный на GPS-позиционировании, чтобы точность была той же самой, все-таки будет приложение для пользователей смартфонов, которое будет снимать со смартфона местоположение через GPS, и при подписке на эту услугу можно будет на соответствующем сайте отслеживать местоположение. Но, повторюсь, здесь очень важно, чтобы клиент об этом знал, потому что иначе не избежать жалоб. Иначе получится не очень красиво. Еще один родительский, такой околодетский вопрос. Может ли оператор по просьбе абонента заблокировать отправку смс на короткие номера? Чаще всего от этого страдают родители, которые получают счета за отправленные их детьми смс на развлекательные сервисы. Спасибо. На самом деле, действительно, перекликается с предыдущим вопросом. Телефон становится больше, чем просто средством персональной связи. И мы бы, конечно, предпочли, чтобы клиент пользовался всем спектром услуг, потому что мы хотим быть его помощником во всех его вопросах жизненных. Как я уже сказал, мобильный кошелек, возможно, слезить свое состояние банковского счета. В этом смысле ограничивать доступ к коротким номерам – это как бы идти против того течения, в которое мы верим, против технологии, против попыток сделать мобильный телефон действительно многофункциональным устройством. Если говорить о детях, я бы предположил, что дети должны, скорее всего, пользоваться тарифными планами типа «Привет», чтобы был контроль за расходами. И тогда никаких сюрпризов не будет точно. Знаете, похожие вопросы звучали когда-то, очень давно просто СМС предлагали закрыть, даже не на короткие номера, там закрыть, предлагали звонки международные, ну и многое другое. Вот тенденция к попыткам ограничить себя, она существовала во все времена, только позиции все время менялись. Теперь СМС, ну как можно без СМС? Уже ни у кого в голове не укладывается, что СМС надо ограничить и так далее. То есть позиции меняются, но со временем люди понимают, что эти услуги востребованы, и большинство ими пользуются. Если же услуга не нужна, постарайтесь контролировать себя и не пользоваться. Спасибо. Завершаем блок вопросов о ценах в биллинге и тарифных планах. Вопросом как раз о том, когда мы услышим о новых тарифных планах, пользователи жалуются на то, что очень давно не было таких новостей. Да, действительно, новых тарифных планов мы некоторое время на рынок уже не предлагали. По двум причинам. Во-первых, так уж получилось, что сегодня основная, так сказать, тенденция, который вот рынок, импульс, который придал развитию рынка, это все-таки терминалы. Смартфоны, планшеты и прочие новые устройства, которые появляются уже, там есть устройства, когда не очень понятно, это телефон или планшет, там промежуточный размер экрана, 5-6 дюймов. В основном, вот все в последнее время крутится вокруг вот этого оборудования. Мы, на самом деле, еще на ранней стадии развития рынка, если сравнивать количество смартфонов, которые на руках у потребителей, например, с западными странами. И поэтому все, в общем-то, повторюсь, не вокруг тарифных планов крутится, а вокруг правильного предложения конечного оборудования. Поэтому все сфокусированы сегодня на этом. Ну и с другой стороны, просто обилие тарифных планов, я не считаю, что это благо. Тарифных планов должно быть правильное количество с тем, чтобы клиент мог в них разобраться, чтобы для каждого типа потребления был соответствующий продукт. А просто плодить все время новые и новые тарифные планы, мне кажется, вот не самоцель, если коротко, да. Поэтому вот когда мы почувствуем потребность в новом продукте, мы его введем на рынок. Если ощущение есть, что все ниши как бы обеспечены соответствующими продуктами, то нет смысла заводить новый тарифный план. А какого-нибудь нового тарифного плана к 14-летию компании не планируете? Нет, не планировали, если честно. Спасибо. Тарифные планы должны не дату, не веху в жизни компании, а потребности абонентов отражать. Что ж, будем считать, что потребности абонентов сегодня удовлетворены. И компания Велком, а точнее заместитель генерального директора по маркетингу, продажам и абонентскому обслуживанию, компания Велком, Роберт Дощан, теперь будет отвечать на вопросы о сети и качестве связи. Спасибо. И первый из них вопрос такой. Почему периодически в различных местах Минска и не только абоненты не могут дозвониться до адресатов и наоборот? В итоге абоненты получают смс, вам звонили, хотя телефон включен постоянно и сеть в нем активна. О проблемах сообщают в основном пользователи смартфонов. Спасибо за вопрос. Ну и на самом деле ваша ремарка о смартфонах, она действительно не случайная здесь. Я напомню, что приблизительно два года назад на рынке нашем активно стала строиться сеть 3G. Поначалу сеть была очаговая и не было сплошного покрытия 3G. И соответственно происходил переход между сетью 2G и 3G. И это происходило довольно часто. По мере того, как мы сеть достраиваем, отлаживаем, таких переходов становится все меньше, но и проблем возникает все меньше и меньше. Мы ведь мониторим показатели своей сети на постоянной основе. Есть специальное оборудование, есть специальные люди, которые постоянно объезжают, меряют ситуацию в городах, за пределами больших городов. Что я могу декларировать сегодня с абсолютной уверенностью? Во-первых, все-таки наша сеть по-прежнему самая лучшая в стране. Во-вторых, ситуация очень быстро улучшается. Действительно были проблемы. Пик их пришелся приблизительно 1,5-2 года назад. Большинство проблем сегодня уже устраняются. И с такой ситуацией клиенты сталкиваются все реже и реже. Последний аспект, на котором вы тоже заострили внимание, смартфоны. Ну, надо признать, что смартфон это отличное многофункциональное устройство. Фактически маленький компьютер в руках у каждого из нас. Но есть одно но в этой ситуации. Как средство связи зачастую смартфон сегодня уступает тем телефонам, к которым мы привыкли 2-3 года назад, с которым мы имели дело, когда была система 2G, когда были в основном телефоны Nokia. Сегодня все немножечко по-другому. Чувствительность радиотракта уже может быть не та. И что еще очень важно, смартфоны генерят очень большое количество трафика. Передачу данных, очень большое количество сигнального трафика. А сигнальный трафик, особенно если речь, например, идет об айфоне, это вообще отдельная история, которую он генерирует в несметном просто количестве, он зачастую просто мешает взаимодействию телефона с сетью, и просто это отражается иногда на качестве связи. То есть в момент перехода из сети 2G в 3G, предположим, если еще и шел активный сигнальный трафик от смартфона, в попытках обновить свое местоположение, обновить какое-то из приложений, которые есть на телефоне, или обновить софт, который на телефоне, это может отражаться на том, что телефон не своевременно регистрируется в сети, скажем так. Поэтому, к сожалению для всех, для нас, качество связи со смартфонами по определению будет чуть-чуть хуже, чем то, к которому мы привыкли в сетях 2G в свое время. Вопрос выбора, как всегда. Или много всего в одном телефоне, или телефон, который звонит, но с абсолютно надежной постоянной связью. Еще один вопрос о качестве связи. Можно ли сообщить о планах компании по установке дополнительных базовых станций на местах, где связь периодически пропадает? Есть ли возможность предоставить карту Беларуси с планом введения в эксплуатацию новых базовых станций в ближайшем будущем? Ну, я еще раз акцентированно скажу о том, что над строительством сети компания работает непрерывно. Например, по данным Минстата, за прошлый год 80% иностранных инвестиций в отрасль обеспечила именно компания «Велком». То есть средства на строительство сети идут постоянно, профессионалы этим занимаются, информация, которая поступает от конечных потребителей, безусловно, учитывается, и здесь я должен еще раз выразить слова признательности, тем небезразличным клиентам, которые сигнализируют о том, что у них что-то не так, это только помогает нам устранить эти проблемы. То есть процесс непрерывный, и поверьте мне, что все проблемы, которые можно оперативно устранить, устраняются, на решение остальных уходит чуть-чуть больше времени. Будет ли связь непрерывных и везде? Ну, маловероятно. Все-таки есть малонаселенные места. Сегодня уже связь 3G, например, обеспечена для 100% городского населения страны. К сожалению, не везде в сельской местности сегодня действительно существует 3G. Надо признать этот факт. Но мы над этим работаем, постепенно движемся вперед. То есть совсем скоро в любой точке страны можно будет попасть в интернет. Хочешь со смартфона, хочешь с помощью 3G-модема. Я все-таки обещать, что это будет в любой точке страны, наверное, не буду. Но то, что количество, скажем так, мест, где это будет доступно, будет постоянно расти, это я твердо обещаю. Ну что ж, давайте поговорим об оборудовании, с помощью которого можно будет пользоваться постоянно повышающимися качеством услуг. В компании «Велком» вопрос, не планирует ли компания расширять линейку телефонов, которые реализуют через свои центры продаж за счет аппаратов на 2 сим-карты. Ага, на 2 сим-карты. Ну, давайте сначала вообще про перечень устройств, которые мы продаем, а потом отдельно про 2 сим-карты. Я думаю, что свежи еще в памяти те дни, когда мобильные операторы совсем не продавали мобильных телефонов или был очень скудный ассортимент. Сегодня ситуация совсем другая. Хороший ассортимент, порядка 50 моделей обычно присутствует на наших полках. Возможно, несколько меньше, чем у классических ритейлеров, но это их бизнес. Мы все-таки операторы мобильной связи, поэтому ассортимент у нас, наверное, всегда будет чуть-чуть меньше, чем, к примеру, у классических ритейлеров мобильными телефонами. Зато у нас есть комфортные условия приобретения, которые мы стараемся сделать максимально, в общем-то, удобными для клиента. Если же говорить о 2 сим-карты телефоне, то здесь надо все-таки вернуться к тому, вот как мы себя видим на этом рынке. Я искренне верю, и компания очень старается добиться такого положения дел, когда мы должны уметь решать все потребности нашего клиента. Мне кажется, что в продаже 2 сим-карты телефона в этом смысле есть какая-то ущербность, то есть, если, конечно, предполагается, что клиент будет использовать симки двух разных операторов, то есть предполагается, что вот мы не все твои вопросы в состоянии решить. Возьми такой телефон, чтобы ты использовал нашу сим-карту и чью-то еще. Наверняка есть спрос на эти такого рода устройства, они же все-таки продаются на рынке, но тот, кто их продает, он должен четко понимать, какую задачу он решает. Мы все-таки стараемся решить другую задачу, сделать так, чтобы с нами, нашему клиенту было максимально комфортно, чтобы мы умели решать все его потребности сами. С другой стороны, я вот походу подумал, если клиент хочет иметь двухсимочный телефон для того, чтобы использовать 2 сим-карты от полком, 1 для работы, 2 для, может быть, личных целей, ну, может быть, над этим надо подумать. Пока будут раздумья над двухсимочными телефонами, вопрос от наших пользователей о таких популярных сегодня смартфонах. Не планируется ли изменить политику компании в части продажи смартфонов в рассрочку с привязкой к оператору? Например, в других странах после выплаты стоимости телефона согласно договору можно получить код на снятие сим-лока. Спасибо. На самом деле, я над этим не думал. Ну, наверное, как-то и обращения не было, скорее всего. Видимо, это такой нечасто встречающийся вопрос в адрес нашей компании. Ну, откровенно признаться, пока мы не планировали это делать. Мы скорее думаем над тем, чтобы предложить клиенту возможность купить следующий, еще более современный телефон, чтобы у нас постоянно были пополнения, все меняется очень быстро, чтобы условия приобретения были комфортными. О том, чтобы снимать сим-лок через там 18 месяцев по окончании рассрочки, откровенно говоря, мы не думали. Вот, благодаря пользователям Тудбай, сколько новых идей и направлений работы вы получите после празднования 14-летия компании. Спасибо, да. Вопрос от пользователей, видимо, телефонных аппаратов BlackBerry. Планирует ли компания запуск BlackBerry Internet Service для абонентов с соответствующими телефонными аппаратами? Спасибо. На самом деле, телефонов BlackBerry тоже, к сожалению, на нашем рынке очень мало. Ну, по двум причинам. Собственно, потому что сервис, который упоминается в вопросе, полноценно в стране отсутствует. И с другой стороны, мне лично кажется, не хочу обидеть тех, кому нравится BlackBerry, что пик востребованности телефона в BlackBerry остался в прошлом. Ведь вот этот функционал доступа к электронной почте, корпоративной и так далее, который отличал очень сильно BlackBerry от всех остальных устройств, сегодня он реализован в любом смартфоне. И в этом смысле BlackBerry уже растерял те конкурентные преимущества, которые у него раньше были. А еще одним конкурентным преимуществом BlackBerry была защищенность. То есть там все было защищено секретно, сервера были расположены там в каких-то далеко о расположенных странах, и дополнительная кодировка защищала там секретность возможно коммерческой информации. Но, к сожалению, так получилось, что в наших широтах для того, чтобы продавать активно в BlackBerry, требовалась установка серверов. Ну, так случилось в России, например. То есть сервера установлены на территории Российской Федерации. И вот это вот конкурентное преимущество от защищенности информации, оно фактически утеряно. Таким образом, я просто не вижу никаких причин активно продвигать BlackBerry на рынок. Если секретности нет, соответственно, клиент не будет из-за этого покупать. И если функционал электронной почты, который был основным, сегодня есть у всех устройств. По сути, такой же смартфон, как и все остальные. Еще об одних очень популярных смартфонах вопрос. Естественно, ожидаемый, наверное, для каждого сегодня мобильного оператора, а для оператора, у которого день рождения тем более. Планирует ли компания продавать айфоны? Знаете, это сложный вопрос, потому что у нас было искреннее желание, и были попытки активные предложить на рынок айфоны. Но компания Apple – такая амбициозная компания с очень высокой самооценкой, и они предъявляют очень серьезные требования к потенциальным партнерам, в том числе в плане объемов оборудования, которые надо закупить для того, чтобы предложить его на рынок. Я так понимаю, что аналогичные попытки предпринимали и остальные мобильные операторы, и в итоге все пришли к выводу, что слишком завышенные требования предъявляет Apple. не говоря о том, что, судя по всему, еще интерес к конкретному рынку у них не очень высокий. То есть приоритет они выставляют для себя, для того, чтобы войти на этот рынок, не самый высокий. Собственно, к сожалению, все закончилось тем, чем оно закончилось. Клиенты вынуждены решать эту проблему сами. Оператор в этом смысле не смог оказать какой-то там помощи. И я не думаю, что в самое ближайшее время эти телефоны появятся на наших полках. Но мы ведь ждем серьезных изменений на рынке связей. И будем надеяться, что эти изменения коснутся в том числе и компании Apple, и ее отношения к нашему белорусскому рынку. Вопрос от тех, кто пользуется iOS-сервисами. Абоненты сталкиваются с проблемами корректной работы, например, FaceTime и iMessage. Может ли Велком упорядочить их работу в сети? Знаете, с этим вопросом я столкнулся пару дней назад. Я предполагаю, что потребителю, который задал вопрос, ответ уже предоставлен. Что могу задекларировать для всех остальных, кто, возможно, не в курсе? Никакого блокирования этих сервисов в сети не происходит. Они благополучно работают на самом деле. Проблема возникла у некоторых абонентов, которые в последнее время пытались услугу активизировать именно с процессом активации сервиса. Но мы можем посоветовать, как этот процесс пройти безболезненно и легко. Обращайтесь, пожалуйста, в службу поддержки компании, и у вас все будет работать. Гарантирую. Еще об обслуживании клиентов. Будет ли введена электронная очередь в центрах продаж компании? Очень часто ввиду большого числа посетителей трудно разобрать, кто за кем стоит и когда необходимо подойти к менеджеру. Очень правильный вопрос. Спасибо за него. Я всецело разделяю точку зрения потребителя. Скажу даже больше. Когда мы думали о том, как правильно организовать работу в наших фирменных центрах, и, безусловно, получали предложения, в том числе от компаний, которые традиционно устанавливают терминалы, где надо номерочек взять и так далее, мы для себя подумали, что все это не очень правильно, потому что опять забота остается на плечах у конечного потребителя. Пускай несколько более современно, пускай не надо спрашивать, кто крайний, как это было в советские годы, взять талончик, но хочется клиента совсем избавить от необходимости о чем-то думать, отслеживать, так сказать, номер в своей очереди. И мы пытались придумать что-то совсем новое для нашего рынка. У нас вот такие амбиции всегда сделать по максимуму. Да, и быть первыми. И мне кажется, мы придумали такое вот решение, которое совсем скоро появится в некоторых наших фирменных центрах, когда очередь для клиента будет наступать, ну скажем так, невидимым для него образом. Ему ничего не надо делать, никого не надо спрашивать, не надо брать никакие талончики, надо просто зайдя в магазин, задекларировать, как бы вот, какие у тебя потребности, и дальше все случится. То есть вас пригласят, обслужат максимально комфортно, предупредительно и профессионально. А потребитель будет иметь возможность за то недолгое время ожидания, которое он проведет в нашем магазине, расслабиться, я не знаю, почитать прессу, постоять у витрины, посмотреть на те новинки, которые у нас есть, может быть, посмотреть на плазму, увидеть последние предложения компании. Мне кажется, это по-настоящему современный клиентоориентированный подход, который мы собираемся применить в ближайшее время. Клиенты компании хотят еще некоторых услуг, которые, может быть, вы сможете предложить. Почему в Волком нет услуги? Поделись балансом, обещанный платеж, а также почему невозможно совершать платежи через Айпэй? Спасибо. По поводу поделись балансом. Я вот, наверное, опять вынуждаю вас слушать мои рассуждения на тему, вот кем мы себя видим, как мы хотим, какое место хотим занимать в жизни клиента. Знаете, я не хочу, чтобы клиенты вынуждены были друг у друга просить деньги, скажем так, делиться друг с другом балансом. Мне кажется, что они заключили с нами договор. Мы их партнер, и мы должны решать все их вопросы. Если клиенту потребовались дополнительные средства для того, чтобы продолжать спокойно пользоваться услугами связи, нам бы хотелось, чтобы он решал эти вопросы с нами. Мы хотим ему предоставить оплату по факту, мы ему хотим предоставить кредитный лимит какой-то. Возможно, можно задекларировать то, что вот я собираюсь заплатить, неподтвержденный платеж, у нас есть такая услуга. Кстати, активно люди ее пользуются. Более миллиона через USSD это делается. Более миллиона USSD заявок только за последний год. Поэтому, в общем-то, способы взаимодействия есть. Мы предпочитаем быть для вас тем партнером, который решит для вас все проблемы сам и не будет вынуждать делиться балансом друг с другом. Поэтому мы и не хотим ее вводить. Я осознанно, как бы это, придерживаюсь этой линии. В идеале, повторюсь, у клиента должна быть оплата по факту. Нет необходимости вообще отслеживать свой баланс в течение месяца. Закончился календарный месяц. Пришло уведомление о сумме к оплате. И, в общем-то, все максимально комфортно. Я знал, что некоторые потребители предпочитают не переходить на оплату по факту, потому что они все-таки хотят контролировать свои расходы непрерывно. Окей. Значит, надо просто дать им возможность комфортно работать в этих услугах, но не быть вынужденным, в общем, одалживать деньги у кого-то еще. И по поводу IPAY там был вопрос. Знаете, мы с IPAY ведем очень активные переговоры. Если совсем коротко, то первое предложение, которое было в нашем адресе озвучено, оно нам не казалось правильным, мы его не акцептовали. Поэтому переговорный процесс с нами занял несколько больше времени, чем с остальными мобильными операторами. Но зато теперь мы смогли прийти к такой ситуации, которая нас полностью устраивает. Я думаю, что клиенты от этого только выигрывают. Если правильное взаимодействие будет налажено между всеми звеньями этой цепочки, в ходе которой оказывается услуга конечному потребителю, когда всем эта услуга нравится, все задействованные стороны счастливы в процессе, тогда и услуга работает хорошо. То есть, скоро заработает. Вопрос в завершении есть от действующих абонентов. Оно, знаете, всегда случается так, что мы все лучшее предлагаем новым абонентам, а тем, кто с нами давно, как-то никаких поблажек не предусматриваем. Наш пользователь ММК спрашивает, странное, в последнее время появилась мода в всевозможные скидки и привилегии для новых клиентов. При этом как-то забыли, что возможности компаний по скидкам появились не сами собой, а за счет тех, кто давно сотрудничает с компанией. Во многих странах существуют всевозможные бонусы, которые связаны именно со сроком сотрудничества клиентов с компанией. Когда будут бонусы для старых абонентов? Спасибо за вопрос. Вот в чем я, безусловно, согласен с уважаемым клиентом? С тем, что действительно возможности создавать бонусы творили мы вместе с нашими старыми клиентами. Благодаря им все эти возможности у компании существуют. А вот в том, что мы направляем все наши активности только для новых клиентов, категорически не согласен. То, что определенные активности в этом направлении должны быть, это понятно. Любая компания старается привлекать дополнительных клиентов и никто наверняка не оспаривает необходимость проводить такие акции. То, что мы делаем только такого рода акции, категорически не согласен. Я сегодня упоминал, что в последнее время основная часть активности была вокруг смартфонов, вокруг предложения нового оборудования. Так вот, условия, которые мы предлагаем действующим абонентам, в этом смысле они всегда были лучше. Зачастую рассрочка была даже недоступна для потребителя, который только хотел с нами заключить договор. Не весь модельный ряд доступен для нового абонента, в то время как для потребителя, с которым у нас уже сложились взаимоотношения, зеленый свет по всем позициям. Поэтому и условия, и перечень доступных моделей, безусловно, значительно шире для новых абонентов. Ну, а если вот по поводу, был вопрос по поводу бонусов, которые с годами появляются, знаете, мне в первую очередь кажется, что самое главное, ту услугу, которую у тебя покупает клиент, обеспечить на максимально высоком уровне, чтобы вот именно то, за что я плачу, было мне блестяще, шлифованно, совершенно, соответствовало моим ожиданиям. В идеале, может быть, оператор даже сделает это лучше, чем вы предполагали. Вот в этом суть нашего сотрудничества. Подменять ее предоставлением бонусов и говорить, что ну не все здорово, но вот есть бонус за годы работы, я думаю, категорически неправильно. Конечно, в идеале надо сделать и то, и другое. Но в ситуации, когда средний счет с абонента в нашей стране в разы меньше, чем в некоторых западных странах, которые здесь упоминались, иногда ты действительно стоишь перед выбором. Доставлять скидку, и возможно это отразится на качестве, потому что там на что-то, возможно, не будет хватать средств, или все-таки отшлифовать свою основную услугу. Мы придерживаемся той точки зрения, что если клиент свою основную услугу получает, скажем так, блестяще, то и потребности получать какую-то скидку для повышения лояльности, собственно, о повышении лояльности здесь речи идет, нет. Потому что он полностью удовлетворен своей услугой. Если, я не знаю, если у меня под боком, скажем так, возле моего дома есть два ресторана, в одном меня кормят блестяще, а в другом мне дали скидочную карточку, я, наверное, все-таки иду там, где меня кормят по-настоящему вкусно. В завершение нашего праздничного интервью у меня есть короткий блиц для вас. Три вопроса, которые потребуют лаконичных и достаточно четких, точных ответов. Постараюсь. Вопрос от пользователя Демик. Первым попал в этот блиц. Будет ли возможность отправлять ММС в Россию и Украину у компании Волком? Она есть. У нас существует давно, насколько я знаю, проблем с ней не должно быть. Возможно, с настройками телефона что-то не так. Обращайтесь, вам подскажут. Демик, если есть проблемы и вопросы, пожалуйста, в сервисный центр Волком. Вопрос от пользователя Килограм. Не планируете ли создание тарифного плана совместно с Тутбай? Не планировали при всей нашей любви к Тутбай, пока у нас такой идеи не было. Спасибо за идею. Сколько сегодня идей от наших пользователей для вас. И последний вопрос в блице. Славик17 спрашивает, как отключить услугу голосовая почта? О, там масса способов есть. Начиная от отменной переадресации на телефоне, заканчивая через USSD. Просто обратите в службу поддержки, вам подскажут. Это очень легко. Роберт Саркисович, в завершение интервью еще раз, пожалуйста, напомните тот электронный адрес, на который пользователи, чьи вопросы, возможно, не прозвучали в сегодняшнем интервью, в сегодняшнем эфире смогут получить ответы. Электронный адрес customerhelp.com.by Если на слух тяжело воспринимается, пожалуйста, посмотрите на сайте компании, он там приведен. То есть все те вопросы, которые остались без ответа, я сожалею, что времени нашего не хватило, пожалуйста, присылайте в адрес компании и я уверяю вас, что они не просто будут отвечены, я обещаю взять под личный контроль. С такими серьезными гарантиями уверена, что не только вы останетесь клиентами компании Велком, но еще и приведете в число клиентов, своих друзей, пользователей, коллег и знакомых. Я благодарю вас, Роберт Саркисович, за очень подробные, точные и откровенные ответы и поздравляю еще раз с 14-летним компанией Велком. Благодарю за то, что пришли в студию ответить на вопросы наших пользователей и напоминаю, что ответ за всю компанию Велком по случаю ее 14-летия в нашей студии Тутбай ТВ держал Роберт Саркисович Дощан, заместитель генерального директора по маркетингу, продажам и абонентскому обслуживанию компании Велком. Ваши вопросы озвучивала я, Алена Андреева. Если понадобится, сделаю это еще не раз. Спасибо.